А мы продолжаем выпуск. Луина, а ты думала, чем займёшься во время декрета? Адиль, ты вообще о чём? Я же даже не замуж. Ну, а вдруг задумывалась. Просто Айнур Ильясова и Рано Умарова после рождения детишек нашли себе занятие по душе. Вот давай посмотрим на этих умничек. Давай. Бопи Афе – это настоящий рай для мамочек и беременяшек. Здесь и детские распродажи, различные активити, мастер-классы. Ну, а угадала это всё со швейцарской точностью, точнее, потребностью родителей актрисы Айнур Ильясова. Она столь милый проект и вдохновила рождение маленькой Дерри Юши. Этот фест полюбили за то, что мамам больше не нужно мотаться по всему городу в поисках няшных вещичек и полезных советов. Айнур Ильясова таким образом делает благое дело, отвлекается от домашних хлопот и заменяет былую киноактивность. Пока приглашают на сериалы, где очень длительные съёмочные дни, поэтому я вынуждена отказываться, потому что ребёнок ещё маленький. Конечно, скучаешь. Именно поэтому я поехала в прошлый раз на премию EMA. Мне показалось всех увидеть, пофотографироваться, пообщаться, окунуться в эту тусовку. По тем же причинам отказывается от съёмок в кино Рана Умарова. По её словам, даже для эпизодической роли требуется уйма времени, пока она не готова им жертвовать во вред маленькому Алихану. Зато певица взялась за Даус Интернешнл и совсем скоро представит новый состав группы. Для меня сейчас Даус Интернешнл – это некая душная. Во-первых, я сама пела там 10 лет. И сейчас мы бы с соседней хотели бы, чтобы этот проект как-то ушёл в никуда. И сейчас, когда я решила, подумала, чем же себя занять, чтобы уже развиваться как-то дальше, я поняла, что я хочу дальше поднимать этот проект. Кстати, на Бопе Фея впервые после родов появилась Дарья Александрова. Буквально пару месяцев назад девушка родила дочь. Актриса, кстати, тоже уже нашла себе занятие. Когда я была беременна, и когда я смотрела на одежду и на всякие аксессуары для детей, то, что у нас представлено, мне немножечко не нравилось. Либо было слишком дорого, то, что действительно стильно, либо было просто невкусненько вообще. И я тогда мужу весь мозг проела, я говорю, я хочу после рождения дочи обязательно заняться чем-то подобным. В планах, чтобы это было красиво, стильно и доступно, дать ещё времени подрасти малышке Мии, и можно браться за работу.